Всем здорова, с вами Хирозен, добро пожаловать на новый ролик по BMG Drive, наша любимая игра вновь возрождается и так она даже не помирала вообще-то. Сегодня у нас перетягивание каната, вот эта вот пигня отвечает за типа линию, я потому что, ну у меня лень искать типа такие линии. В общем, цель машин перетянуть друг друга, кто перетянет сильнее, тот и победит. У нас вот такой вот есть Ford, есть такой вот Mercedes, но еще будут и другие машины тоже проверяться. Как говорится, сначала будет осмотр, мы это любим, вот такой салон, ну в принципе стандартный салон Mercedes, потом салон у Ford вот такой вот, кто любит смотреть салоны, в общем вот вам обзорчик. И вот сегодня вот такая вот серия, если вам понравится, обязательно напишите об этом в комментариях, также переходите в мой телеграм-канал, там тоже выкладываются видео и даже раньше, чем в ютубе, так что выгодно, очень выгодно, а еще я иногда там делаю некоторые посты. Итак, посмотрим, кто же сейчас кого перетянет, отжимаем кнопку паузы и стартуем. О, смотрите, Ford прям вообще какой-то, ну он прям слабенько оттянул меня. О, у меня бампер даже оторвал. Ну получается тут Mercedes выиграл его просто в соло. Блин, я думал на самом деле Ford его выиграет, потому что ну Ford помощнее будет скорее всего, хотя он старенький, вообще куда он умчал от меня, ничего не понял. В общем, двигаемся к следующим машинам. Итак, следующие машины это Lada 2107, легендарная, вот такая вот Adidas, салон думаю даже смотреть не стоит, в принципе стандартный. И вот такая вот Niva, но она очень такая вот, Байкал называется, Niva, вообще какая-то странная на самом деле, тазик написано. Имба, вот такой салон, плюс-минус, я не знаю, то ли он отличается от Niva, то ли нет, от обычной. В общем, хрен знает на самом-то деле. Да, офигеть, как я ровно поставил. Так, давайте же прямо с вами сейчас посмотрим, кто из этих машин кого перетянет. Я нажимаю кнопочку паузы и мы смотрим. Ого, ну тут конечно да, я знал, что в принципе Байкал это вынесет, но не так же жестко. Эй, стой, эй, куда ты его потащил? Да блин, да подожди ты, ты что творишь? Стоп, блин, мне семерку жалко, смотрите. Ее тупо в ноль как-то распихали. Слава богу, бампер не отлетел. В смысле, за что она вообще зацеплена, за что я его подцепил? Че это валяется? В общем, Niva, это как ее называется, Байкал, выиграла в этом раунде. О, у нее дверь открывается, я даже не знал об этом. Первый балл значит Niva, хотя тут баллы, смысл блин, тут баллы считать, блин, да боже мой. Короче, двигайся к следующим машинам и посмотрим, что они могут. Итак, следующий автомобиль, это у нас вот такой вот корвет, драговый, причем очень честно, да. И вот такая вот ламборгини галарда зеленая, что-то у нее с фарами, конечно, но я не знаю, что с ней. В принципе, все ровно вроде бы поставил. Давайте отжмем паузу и сделаем даже в 8 раз замедленное время. Нажимаем паузу и смотрим, кто кого дернет. Ну, кстати, корвет погнал прям сразу. Ну, как и ожидалось, его всего прям огромнейшее, так что тут, в принципе, наверное, нужно перезапускать. Итак, значит, у нас раунд второй. В первом раунде у нас оторвалась эта фигня у ламборгини, бамбер задний. Итак, жмем паузу, сейчас замедленное действие. Делаем, конечно, 8 раз, потому что это очень эпично. Это легендарная битва. Отжал паузу и смотрим, кто кого. Ну, корвет, конечно, стартует побыстрее. Какая-то хрень там упала. Че, опять сейчас оторвет, что ли? А, так цепь оторвалась. Че за фигень, я же опять закрепел. Или нет? Или это визуальный баг? Ну как, в реальном времени, давай. Ну да, это визуальный баг, я в принципе зацепил. Ну, че-то тут совсем как-то все плохо. У этого-то че, в чем проблема? Нормально все зацепил. Они че, равны, что ли, получаются? А, нет, корвет все-таки. Корвет все-таки, да, он просто его вынес. Бедная ламборгини, блин, она дрифтует, она не может остановиться. Она молит, блин, о пощаде. Давайте ей поможем, нажимаем стоп и летим к ним. Эпично дрифтанули, эпично остановились. Бампер чуть-чуть отлетел. Я, видимо, опять за него подцепил, но ничего страшного, я думаю. Все равно корвет тут бы выиграл прямо на все 100, потому что, да блин, он драговый. Я его вообще по париковой, если честно, заспаунил. Следующая битва будет между вот таким вот Матизом на спорте и Копеечки. Вот такая вот Копеечка, она такая зеленая, красивая. Вся в White Wallach. Вот такой вот у нее салон, зацените. Ну, конечно, что-то тут пустовато, но все же. А вон у Матизика вот такой вот. Посмотрим, что и как будет, кто сильнее. Делаем вообще ставки. На самом деле интересная ситуация. Матиз против 0-1. И что будет? Я, короче, наверное, голосую за Матиз. Давай, Матиз. Все-таки на спорте он. Не просто так. Итак, делаем замедление в четыре раза. Давайте сделаем пофиг вообще. Отжимаем паузу и смотрим, что же сейчас будет. Они пока что заводятся аж вдвое. И Копейка что-то... Она вообще непонятно на самом деле, в реальном времени. Ну да, она тянет. Но вырулить она, конечно, не может. Куда ты бежишь, Матиз? Ты что делаешь, Матиз? Боже, зачем ты сдал назад? Блядь, давай тяни. Хотя он все равно уже проиграл, типа. Он вышел за вот эту херню. Так что, я не знаю. По факту, они какие-то хрень сейчас занимаются. Я не знаю, что отвалилось, зачем. Копейка, может быть, и выиграла. Но Матиз зачем-то сдал назад. Он, видимо, вообще поддаться решил. Он вообще самый сильный тут. Потому что он хоть камаз дернет. Так что, блин. Ну, вот так вот. Итак, Lada Vesta. Вот такая вот она. Вот так выполнена. Белые диски. Такие шины. Grip L написано. Вот такой вот салон. В принципе, самый стандартный салон Lada Vesta. Потому что я в ней даже катался. И против вот такого вот Ford. Очень интересный, кстати, выполнен. Я уже как-то раз его показывал в видеороликах. Вот такой вот у нее салон. О, аварийка прям как вот четырки. Только у четырки сбоку. В общем, если я сейчас отожму опять паузу, то они поедут. На счет три. Раз, два, три. Давайте посмотрим, кто кого перетянет. Да, блин. Спойлер отлетел. Ну, нет. Точнее, не смотрю, этот бампер. Я не буду переустанавливать. Потому что я это цеплял прям очень долго. Я не знаю. Очень сложно было цеплять. Второй раз я это не хочу попросту делать. Итак, следующая битва у нас между четыркой и девяткой, можно сказать. Батя против сынка. Вот такая вот у нас четырка свадебная. У нее же цветочки из фар выросли. Значок какой-то оранжевый почему-то. По-моему, это NoTexture. Да. В общем, вот такая вот она. Какая-то хрень у нее тут висит. Интересно, в общем, да. Вот такой салон, в принципе, интересный. А, нет. Это не NoTexture. Девятка выполнена примерно вот так вот. Вся черная, красивая. Вот такой у нее салон. Ну, кто не видел салон, блин, девятки. И, в общем-то, сейчас посмотрим, кто из них кого дернет. Хотя, возможно, отвалится, блин, этот как его бампер задний. Так что гарантировать ни на что не будем. Отвалится так отвалится. Итак, жмем на паузу на счет раз, два, три. И они начали, значит, бороться. Ну, опять же, бампер отлетел. Да, боже мой. Следующая битва будет между вот такими машинами. Это Nissan Skyline R34. И Supra. Вот такая вот. В общем, посмотрим, кто, опять же, посильнее. И даже сделаем вот так вот эпично. Итак, эта битва будет очень легендарной. Так что мы делаем 8 раз замедленное действие. Или не будем. Нет, давайте в реальности. Так что нажимаем кнопочку G. Это у нас пауза. И смотрим, кто у нас кого тянет. Ну, я, в принципе, так и ожидал, что Skyline потянет. Потому что Supra, она прям слишком дрифтовая. Так что все. Skyline, блин, тут просто в соло выдернул. Он, конечно, даже покрасивее, я бы сказал. Вот такой вот у него тут салон, кстати. У Supra был он вот такой. Но тут какая-то хрень с текстурами, на самом-то деле. Я надеюсь, вы помните мистера 226, который был в прошлом ролике и который падал на абсолютно все машины. В общем, он решил закуситься с Зилом, потому что прошлая схватка у них совершилась победой Зила. Его масс не раздавил. Так что давайте посмотрим, что сделает мистер 226 против мистера Зила. Но он не тысяча сил. Ну, тут в этом, в принципе, все нормально. Значит, на счет 3 они погонят. Раз, два, три. И погнали смотреть, кто кого. Вот, блин, сделаем ставки. Мистер 226 ведь сильный. Ну, конечно же, мистер 226 его вытянет. Вы что, вы что, сомневались, что ли? Я не понимаю. Мистер 226 самый сильнейший КАМАЗ, в принципе. Он легенда, потому что этот номер дает о себе очень много знать. Зил, блин, лоханулся. В принципе, камбэкнул наш МАЗ. Бля, ну это прям вообще прикольно. Салон вот такой вот, кому интересно, у Зила. И вот такой вот он у МАЗа. Получается, 226 камбэкнул. Потому что, как я говорил, Зил в прошлом видео его выиграл. Итак, битва получается бюджетников. Это у нас с Рено Логом первого поколения. Блин, с Ерерном опять. Вот такой вот у него салон. Вот такой руль. И Лада Гранта первого поколения. Тоже дорестайлинговая, значит. Посмотрим, какой у него салон. У него такой вот салон. В принципе, стандартный. Но кто его не видел, согласитесь. И сейчас мы прямо узнаем, кто из них сильнее. И кого нужно, блин, покупать. Хотя, не только по силе покупать. Короче, насчет 3. Раз, два, три. И погнали. Посмотрим, кто кого. Ну, кстати, на равных пока что. Хотя, Гранта, походу, посильнее чуток. Потому что Рено Логан не так уж хорошо разгоняется в этом моде. Ну, я думаю, все. Тут Гранта уже просто вытащил из ограничителя нашу Логан. Так что, все. И, кстати, она под конец сдохла. Посмотрите, ей тупо, можно сказать, секунды 3 не хватило бы. И все. Логан бы выиграл его. Вот так вот бывает, блин. Двигайся к следующим машинам. Следующая битва будет между вот таким вот Солярисом таксишным. Вот такой у него салон, кому интересно. И вот такой вот Камри. У нее тоже вот такой салон. Деревянные вставки, кстати, имба. Посмотрим, кто, опять же, сильнее. Но я вам сразу скажу, что Камри тут, возможно, не выиграет. Потому что вот этот вот Солярис, он прям вообще дерзкий. Он просто может по лицу дать и все. Итак, значит, жмем паузу на счет раз, два, три. И смотрим, кто кого перетянет. Ну, я же говорю, Солярис перетянет. Потому что, блин, он в этом моде именно, он побыстрее. В реальности это может быть и нет. Но тут он прям вообще ультра имба. Но если он перегреется, то Камри может его вытащить. Хотя нет, она уже все. Барьер она преодолела. Шалко, конечно, что Камри проиграла. Но такси, оказывается, Солярка просто самая имбовая, можно сказать. Последняя битва на сегодня, это у нас вот такая вот Нива Тревел против Ленд Ровера. Старенького. Плюс-минус, они сейчас посилили равны именно в этом моде. Потому что так надо. Кстати, смотрите, а где запаска? Итак, кому интересно, вот салон Нивы Тревел. Очень интересный, кстати. Вот салон, значит, Ленд Ровера. И на счет 3 мы посмотрим, кто из них сильнее. Раз, два, три, все, погнали. Ну, кстати, смотрите, Ленд Ровер посильнее. Хотя Нива хорошо стартанула. Интересно получается. Значит, тут Ленд Ровер победил. Хотя, а что в реальности, вот мне интересно будет. Блин, была бы возможность купить машину в реальности и проверить. Вот это было бы прям суперски. Ну что, ребята, я надеюсь, вам всем понравился этот ролик. Если вы хотите продолжение данной рубрики, то, блин, пожалуйста, не надо. Потому что очень сложно вот эти фигни закреплять. Вот эту цепь. Точнее, не сложно. И там, блин, попасть сложно. И каждый раз переспавнивать. Блин, короче, вот эта фигня вся. Также не забывайте переходить в мой Телеграм-канал. Там иногда я спрашиваю, какие мне рубрики снимать. И у вас есть, короче, шанс попасть в ролик. Вот именно в ваш комментарий. Также есть еще ВК-группа. Вы можете по желанию туда переходить. Не обязательно. В общем, всем удачи. С вами был я, Хирозен. Всем пока.